Доброе утро, глубоко уважаемые президиум, коллеги. Я бы хотел сегодня поговорить о планировании реконструкции молочной железы диплоскутом. То, о чем сейчас говорил Артур Халитович. По данным МРОК, который основывается на опросниках Брест-Кью, МРОК, это Американская Ассоциация Реконструктивно-Пластических Хирургов, называет эту операцию золотым стандартом эстетического результата. Но все правильно сказал Артур Халитович, что такие операции выполняются не больше 10%. Является ли эта операция для всех? Конечно же нет. Это является золотым стандартом для определенной когорты пациентов. Как же подобрать этого идеального кандидата на дипреконструкцию? Безусловно, первое, на что мы обращаем внимание, это на телосложение, комплекцию пациента. И худощавый, астеничный пациент вряд ли подойдет для этого вида реконструкции. Потому что либо мы возьмем слишком мало материала для восстановления формы и объема молочной железы, и тем самым получим неудовлетворительный эстетический результат, либо мы заберем слишком много материала на передней брюшной стенке и таким образом получим достаточно большое количество осложнений в виде грубого послеоперационного рубца, расхождения краев раны, иногда и даже некроза кожно-жировых лоскутов. Но и женщины с выраженным индексом массы тела также не являются по большому счету кандидатами для таких операций. Почему? Потому что эти пациенты с ожирением склонны к развитию большого количества осложнений, таких как серомы, а соответственно присоединению инфекций и появлению осложнений и неудовлетворительный эстетический результат. Эти же пациенты часто страдают сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов, что ведет к нарушению микроциркуляции, а соответственно повышению количества частичных некрозов лоскута. У пациентов с курением также, у пациентов, которые курят, точно так же будет нарушена микроциркуляция в лоскуте, тоже мы повышаем риски осложнений. Безусловно, информированность пациента очень важна, поскольку пациент рассчитывает на одно, и если он плохо информирован, все его ожидания от эстетического результата может свестись на нет за счет того, что он мог не знать о том, что у него будет большой рубец на передней брюшной стенке, у него будет выраженный болевой синдром, длительный период реабилитации. Ну и, конечно же, под вопросом стоят пациенты, у которых имелись вмешательства на передней брюшной стенке, такие как липосакция, лапаротомия, во время которых могли быть повреждены перфоранты, могли быть повреждены крупные магистральные сосуды, эпигастральные. Но в этом нам может помочь дооперационное инструментальное обследование. Разрешите напомнить, что же такое ДИП-лоскут? Это фактически формирование молочной железы из абдоминального лоскута, и питание этого лоскута осуществляется за счет одного единственного перфоранта из системы глубокоэпигастральных сосудов. Это свободная пересадка лоскута с формированием микроанастомозов, и питание осуществляется из бассейна внутренних грудных сосудов, либо торакодорзальных сосудов. Так выглядят интероперационные картинки. Здесь вот вы видите на левой фотографии выделенные перфоранты, нижние эпигастральные глубокие сосуды, на правом это внутренние грудные сосуды. И вот европейским, с учетом того, что еще раз обращаю внимание, что питание должно быть из одного доминантного перфоранта. И фактически предоперационное планирование заключается в поиске именно этого основного перфоранта. И вот европейским и североамериканским обществом радиологов сформулированы требования к такому перфоранту. Во-первых, это анастомозирование с поверхностной сосудистой системой. Это должен быть достаточно большой калибр и короткий внутримышечный путь. Это облегчает сосудистую диссекцию и, соответственно, уменьшает травматизацию. Таким образом, задачами предоперационного планирования является отбор кандидатов, тщательный отбор кандидатов для дипреконструкции, обследование инструментальное с попыткой локализовать и определить диаметр доминантного перфоранта, внутримышечный ход перфоранта, сопоставимость диаметров рецепиентных и донорских сосудов и, конечно же, в зависимости от локализации этого перфоранта, дизайн лоскута на дооперационном периоде. Выполнение этих задач уменьшает операционное время, соответственно, снижает риски осложнений и снижает травматичность тканей. Как же спланировать и как найти этот доминантный перфорант? Наиболее популярными методами являются ультразвуковая диагностика, КТ-ангиография и МРТ. Однако американским обществом радиологов рекомендуемыми планируемыми методами визуализации сосудов являются КТ и МРТ с контрастом. Почему же перестали использовать ультразвуковую диагностику? Например, клиника МИО представляет данные, в котором частота ложноположительных результатов такой диагностики не превышает 50%. Средняя длительность ультразвуковой навигации составляет 45-60 минут. При этом данные ультразвуковой диагностики напрямую зависят от квалификации специалиста и от телосложения пациента. Но есть исследования, которые говорят о том, что ультразвуковая диагностика очень точна и может даже превышать по точности компьютерную томографию. Но вот видите на нижних фотографиях, нижняя правая фотография оранжевым цветом, какая прекрасная визуализация. Мы видим ход перфорантов подкожно-жировой клетчатки, мы видим ход этого перфоранта интермускулярно, и мы видим даже глубокие эпигастральные сосуды. Но вот такую вот картинку вряд ли можно получить в каждом центре, поэтому имеются и вот такие исследования. Например, голландским университетом Утрехт сравнивается частота некроза жировой ткани, сравнивается визуализация ультразвуковым методом ИКТ, ангиографией, и показывает различную частоту. Так вот, выявлено, что частота как в донорской области передней брюшной стенки, так и частота липогранулем в лоскуте, частичный некроз и тотальный некроз лоскута выше при ультразвуковой диагностике, однозначно. Этим же учреждением показано, что с помощью визуальной шкалы оценки настроения был измерен уровень интраоперационного стресса операционной бригады. Таким образом, стресс снизился на 41%. Если проводилась подготовка при помощи компьютерной томографии. Ну и вот эти рекомендуемые методы МРТ и КТ. Вот есть исследование Миланского университета, где они показывают, что МРТ и КТ методы достаточно сравнимые по точности. Но у компьютерной томографии есть небольшое преимущество при оценке внутримышечного хода и при оценке типа ветвления глубоких эпигастральных сосудов. Клиника МИО также говорит о том, что МРТ и КТ методы сравнимы, но говорит о том, что существуют отрицательные положительные стороны у каждого метода. Так, МРТ самым большим плюсом ее является отсутствие ионизирующего облучения. Однако длительность сканирования составляет 35-40 минут. И жесткими противопоказаниями к этому методу является наличие у пациента металлоконструкций и наличие клаустрофобии. КТ же более простой метод в применении. У него несколько более точные данные сосудистой топографии и большим минусом является ионизирующее облучение. В Институте онкологии, мы ориентируясь на данные рекомендации американских и европейских обществ, мы опираемся на данные компьютерной томографии. Что же позволяет у нас в клинике получить какие данные? Мы получаем калибр и локализацию доминантного перфоранта с возможностью проекции на коже. Это облегчает нам диссекцию, сокращает время. Мы выходим прямо на этот доминантный перфорант, дальше начинается выделение. Мы можем определить длину внутримышечного хода, насколько ход извитой, и подготовиться к диссекции той или иной сложности. Безусловно, все эти данные мы проецируем на кожу, и нам гораздо проще ориентироваться интероперационным. Мы можем определить второстепенные перфоранты, которые нам не нужны. Отхождение других веток при ветвлении глубоких эпигастральных сосудов нам позволяет пересекать их, не задумываясь. Важным моментом КТ-диагностики является определение поверхностной системы. И мы на дооперационном этапе уже можем спланировать возможность выполнения реконструкции СИЕ лоскутом. Это вообще помогает нам избежать травматизации мышц передней брюшной стенки. Или, если все-таки выполняется дипреконструкция, то мы можем дополнительно сформировать дополнительный венозный анастомоз. Важным моментом является выявление анастомозирования глубокой и поверхностной системы. Вот вы видите, в видео запустилось, как между собой сообщаются глубокие и поверхностные эпигастральные сосуды. Таким образом, мы можем улучшить жизнеспособность лоскута, выбрав те зоны, которые наиболее хорошо перфузируются. Что нам дает планирование в конечном итоге? Это снижение травматизации. Вы видите на левом снимке, это операция, выполненная без КТ-планирования. И справа это при КТ-планировании. Безусловно, это снижение количества осложнений. И уменьшение операционного времени. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Большое спасибо, Константин Юрьевич.